Мобилизованных россиян отправят на передовую с минимальной подготовкой. Такое мнение высказали в британской разведке. Там поясняют, что в отличие от большинства западных армий, российские вооруженные силы проводят начальную подготовку солдат в оперативных подразделениях, а не в специализированных учебных заведениях. Однако из-за войны, которую Россия развязала против Украины, в этих самых подразделениях учить солдат попросту некому. Все уже и так на фронте. Британская разведка обнародовала сведения, что обычно один из батальонов в каждой российской бригаде оставался в гарнизоне, когда два других задействованы и мог предоставлять инструкторов для подготовки рекрутов. Однако Россия уже перебросила много таких третьих батальонов в Украину. Разведка также отмечает, что многие из российских резервистов в течение многих лет не были на сборах, а то и вовсе не имеют военного опыта. Нашумевшая история. В Подмосковье мобилизовали отца пятерых детей, который никогда не служил. Сейчас он уже в казарме, а семья пытается вернуть его домой. Две недели будут на учениях, а потом их в Брянск. Типа ничего страшного, ничего страшного не переживайте, это учения. Ну, прекрасно все понимают, что какие могут быть учения, что это лапшу на уши вешают. Две недели подготовки – это очень даже хороший срок, если выражаться саркастически. В российской прессе распространилась история рядового Андрея Козырева из Липецка. По словам его жены Татьяны, мужчину призвали как гранатометчика и почти сразу отправляют на Донбасс. В тот же день, когда Андрей получил повестку, его повезли в Белгородскую область. Учения были всего один день, а потом муж сказал, что около тысячи человек, и его в том числе, отправляют на линию фронта. Мобилизованные и сами понимают, что с такой подготовкой они станут легкой мишенью для украинской армии. Отсутствие военных инструкторов и поспешность, с которой Россия начала мобилизацию, позволяют предположить, что многие из призванных военнослужащих отправятся на передовую с минимальной подготовкой. И, вероятно, пострадают от высокого уровня истощения, говорится в сообщении британской разведки. О каком высоком уровне подготовки может идти речь, если некоторых мобилизованных даже разместить в казармах не могут? Им приходится в буквальном смысле ночевать под открытым небом. Некоторые зато на кроватях. Аналитики Американского института изучения войны считают, что за последний год, еще до официального объявления о частичной мобилизации, Путин провел уже как минимум четыре попытки скрытой мобилизации. На фронт активно вербовали заключенных российских колоний. Этим лично занимался Евгений Пригожин, выходец из Санкт-Петербурга, бизнесмен, известный как повар Путина, и теперь уже официально основатель ЧВК «Вагнер». Пресс-служба, принадлежащая Пригожину компании «Конкорд», цитирует его. «Я полетел на один из полигонов и занялся этим сам. Сам почистил старое оружие, сам разобрался с бронежилетами и нашел специалистов, которые смогли мне в этом помочь». Пригожин называет 1 мая 2014 года датой основания группы «Вагнер». Эти наемники, а с ними теперь уже и бывшие заключенные, которым обещали помилование, воюют на территории Украины и сейчас. И несмотря на то, что деятельность частных военных компаний напрямую запрещена российским законодательством, вербуют теперь в открытую. Вот, например, в Ростове среди других афиш висит агитка Вагнера. А сам Пригожин, который ранее судился за публикацией о связи с ЧВК, приходит к наемникам на похороны. А что вы думаете об этом? Пишите в комментариях и подписывайтесь на наш YouTube и Telegram-каналы, чтобы первыми узнавать правду.